Добрый день! Приветствую вас на своем канале Критика для души И сегодня хочу рассказать о своих впечатлениях о фильме «Кошачьи миры» Луиса Лейна Фильм основан на реальных событиях что для меня очень даже важно Я люблю такие фильмы и потом с удовольствием после просмотра ковыряюсь, залезаю в разные википедии, энциклопедии смотрю, а что было на самом деле что это был за человек ну, как он выглядел и так далее Ну, в данном случае у меня тоже было такое продолжение после просмотра этого фильма Далее продолжительность фильма 1 час 51 минута рейтинг на кинопоиске 7,4 балла рейтинг среди пользователей Google 83% и рейтинг среди кинокритиков 70% Ну, достаточно высокий рейтинг о своем скажу чуть позже Фильм снят в Великобритании Ну и, соответственно, если мы посмотрим актерский состав он достаточно звездный Ну, начнем с главной роли В главной роли Бенедикт Камбербэтч известный нам, наверное, в первую очередь по Шерлоку Доктор Стрэндж, может быть, Ван Гог и другие фильмы Ну, актер знаменитый снимался много где так сказать, наследил в кинематографии В свою очередь Клэр Фой она сыграла возлюбленную Луиса Вейна Эмили Ричардсон она, в свою очередь, снималась в таких вампирских фильмах скажем, такой фильм, как Академия вампиров Время ведьм Ну, конечно, были и другие фильмы такие, как Дыши ради нас такой драматический фильм ну, который тоже, в свою очередь достаточно нашумел был высоко в рейтингах Кроме того, среди других актеров тоже очень известный актер Тоби Джоунс он сыграл Сара Вильяма Инграма и, в свою очередь, этот актер известен ну, по, опять же, в разных ипостасях снимался известен он по, например, по Гарри Поттеру он там играл, в Голодных играх играл мне понравилось, как он сыграл свою роль в разрисованной вуале кроме того, ну, в исторических многих фильмах играл, например, таких, как Джана Де Арк ну, то есть, именитый актер значит, звездный состав значит, и ожидаем соответственно, что будет и фильм высокого уровня уровня, качества ну, что хочу сказать век живи, век учись не знала я до этого фильма, что оказывается, у кошек не всегда было привилегированное положение в человеческой среде, скажем так у собак, да например, в той же Англии собаки ценились рисовали их портреты а вот с кошками как-то было иначе они больше там при дворе среди кухарок, гувернанток вот, а вот благодаря именно Луису Вейну кошки вошли в жизнь человека навсегда ну, говоря, это первое, что я не знала да, и для меня такое было открытие что вот один человек поспособствовал такой популярности кошек ну, во всяком случае, в Англии я не говорю там про Тибет про Египет, где, возможно, по-другому к этим кошкам относились ну, про Англию речь идет также я к своему стыду ничего не знала о таком художнике ну, а оказывается, что ну, действительно был неплохим художником кроме котов он рисовал разных животных в начале своей карьеры он рисовал ну, для сельскохозяйственных журналов для выставок вот этих вот животных разных потом, так как были популярны собачки среди знати он рисовал портреты собак да позже у него появились коты можно сказать, что это следующая стадия его развития, как художника коты в начале коты, как коты еще следующий уровень коты, как люди ну, и, наверное, последний заключительный уровень было такие антропоморфные коты уже непонятно, что там узор символизм или кот это уже в конце жизни этого замечательного человека ну, и говоря о самом Луисе Вейне ну, человек действительно был странный интересный наверное вызывал шок у своих современников потому что ну, вел себя, может быть как-то странновато и также, наверное, режиссер хотел нам показать вот эти не только странные кошачьи миры нашего главного героя но и вообще странную жизнь нашего героя он был не только одаренным но еще и сильно увлекался о всем чем только можно ему и хотелось и спортом заниматься и лекции читать и наукой интересовался то есть такой разносторонний развитый человек но мог ли все это он успеть это уже, конечно другой разговор кроме вот его этих хаотичных множественных развлечений еще одной такой красной линией сквозь сюжет проходит, конечно же как в любой драме проходит история любви в данном случае она у нас тоже есть и ну как показано взаимоотношения двух влюбленных двух людей в этом фильме это очень трогательно и нежно вплетает туда кошек котов ну наверное фраза характеризующая их любовь это цитата из фильма воспоминания ничем не отличаются от грез о будущем и об дождественной самой жизни ну получается что такие особо тяжелые моменты своей жизни Луис хотел воспоминания сохранить для будущего и в его голове это как-то все странно переплеталось где будущее где настоящее где прошлое где эти воспоминания ну и говоря о может быть достоинствах и недостатках этого фильма ну достоинства начнем с них конечно же это ну сами кошки да хотя на мой взгляд кошек все равно было как-то маловато они были такой как реквизит больше на фоне потому что ну мне хотелось побольше может быть раскрыть эту тему поглубже показать почеловечнее может быть этих кошек так как они сыграли большую роль в жизни не только Луиса но и его жены ну конечно же как большой плюс для женщин всегда это история любви да интересно посмотреть а как вот у такого человека сложилось в любви ну и еще на мой взгляд достаточно умело перемешана историческая и биографическая драма с такой легкой комедией и все вот сложные перипетии в жизни Луиса начиная от его семьи с пятью сестрами и заканчивая его странностями ну это действительно было показано в фильме хорошо но говоря вот о недостатках тут же я вижу небольшой недостаточек на мой взгляд мало трагизма потому что ну как-то на мой взгляд не особо удалось показать трагизм этих болезней этой нищеты одиночества отстраненности отторжения от общества да вот этого было мало ну и еще ну может быть потому что зависит от того где ты смотришь свой фильм я вот смотрела мне телевизор мне предлагает Helio TV озвучка у меня была просто местами ужасная я не могла расслышать особенно такие фоновые звуки вроде бы там достаточно много уделялось этим разговорам внимания а я их просто не слышу ну вот может быть в другом качестве такой проблемы нет а так в целом все остальное очень даже неплохо поэтому моя оценка 8 баллов твердая такая восьмерочка поэтому я рекомендую к просмотру смотрите наслаждайтесь ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на мой канал потому что следует продолжение следуют новые фильмы а через время и концерты которые я собираюсь посетить которые на которые я приобрела билеты и это на мой взгляд очень интересные артисты поэтому кроме фильма в ближайшем будущем я еще поделюсь с вами впечатлениями от мною посещенных концертов до следующих встреч видео о мною в